Аленький цветочек, как в сказке, стал долгожданным подарком для родителей селения Кажево. Сегодня здесь открылся детский сад с таким символическим названием. Дошкольное учреждение изначально было рассчитано на 240 мест. По поручению главы региона площадь увеличили до 360. Объект построен при финансовой поддержке Роснефти. Репортаж Светланы Томовой. С самого утра нарядно одетые детишки со счастливыми лицами празднуют открытие уже родного для них детского сада. Сегодня двери для всех распахнуты настежь, ведь новый сад принимает своих гостей и будущих воспитанников. На этом празднике дети показывают все свои таланты. Новые учреждения открывают стихами об аленьком цветочке и песнями. Долгожданный праздник детей и родителей полностью разделяют и воспитатели, и высокие гости, сделавшие им такой большой подарок. На открытие детского сада приехал глава Ингушетии Унузбек Евкуров и заместитель председателя правления Роснефти Юрий Калинин, который выступил от имени президента компании. Роснефти и Ингушетию связывают дружеские отношения. Первое соглашение о сотрудничестве было подписано пять лет назад. В рамках этого соглашения о сотрудничестве между Роснефтью и Ингушетией в республике были открыты новые автозаправочные станции, построен детский сад и школа в Сужевском районе и школа в Габерском районе. Открыта конно-спортивная школа в городе Карабулак. На базе двух гимназий заработали Роснефти классы. Я должен сказать, мы с большим вниманием смотрели, следили, как наши дети, ученики в этих классах учатся, какие успехи. И должен сказать, что первый выпуск оправдал все наши надежды, потому что более 90% выпускников поступили в высшие учебные заведения. Я прошу родителей принципиально отнестись к родительскому комитету, создать родительский комитет и не просить, а требовать от педагогов, от воспитателей, вообще от коллектива детского сада то, что им положено дать вашему ребенку. На это обращаю очень серьезное внимание. Тем более, это бренд компании Роснефть. Мы максимально должны сделать так, чтобы дети, закончившиеся и школу, и садики по линии Роснефть, дальше уходили по своей профессии. У нас есть хорошие классы по линии Роснефть. У нас великолепно работает Назановский колледж, где политехнический колледж, где целая площадка по линии Роснефти создана. И выпускники класса в Роснефть у нас поступают уже в высшие учебные заведения, и в Губкино, и в другие профильные, где учат нефтегазовому направлению. Это хороший подарок, хорошее направление, поэтому готовьте своих детей. После перерезания ленточки высоких гостей пригласили на экскурсию, чтобы они сами смогли увидеть условия, созданные для детей. 12 групп и 360 малышей, а также полностью сформированный штат воспитателей. Здесь большие, просторные, спортивные и музыкальные, игральные залы, яркие и красочные спальни, и, конечно же, пищеблок со всем необходимым оборудованием. В общем, все то, что может порадовать глаз детей и успокоить сердца родителей. Но главное – гордость, большой бассейн и несколько игровых площадок. Оценить условия, созданные для детей, успели и родители, и сами дети. Мне нравится этот садик, я буду сюда приходить домой. Объект очень значимый, имеющий большое значение для сельского поселения и каждого. Почему? Потому что с трудоустройством детей в садике большая проблема была. И вот такого строительства детских садов, как сейчас, я раньше не наблюдала. Поэтому я хочу сказать, что это вовремя, как говорится, конец года, к Новому году. Такой подарок для села, я думаю, люди это отметят и будут, как говорится, бережно относиться к тому подарку, что им был предоставлен. Плюс этого дошкольного учреждения еще в том, что по соседству располагается новая школа, которую открыли в этом сентябре. Заведующая детским садом уверена, что воспитательский состав вложит все силы в развитие детей. Наш детский садик очень соответствует по всем современным требованиям. У нас есть все условия в нашем саду, вплоть до бассейна. Родители очень довольны. Все родители очень довольны, дети очень довольны. Это уже третий детский сад, открываемый в самом большом по численности сельском поселении Икажево. Много объектов дошкольного учреждения в республике открыто по линии ФЦП. А благодаря поддержке Роснефти в Магасе возводится Ледовый дворец, молодежно-культурно-досуговый центр. Строятся новые и ремонтируются старые водопроводные сети в разных сельских поселениях. Светлана Томова, Сурхо Кусеев, Новости 24.